Тоска для рисования, конструктор и алфавит. Все это и многое другое появилось на веранде подготовительной группы детского сада «Росток». Ремонт произвели мамы и папы воспитанников дошкольного учреждения в рамках фестиваля родительских инициатив. При этом за свой счет. Что в итоге получилось, узнаете из следующего сюжета. Ой, перелихает ленточку, ребята, посмотрите. Прогулка на свежем воздухе для воспитанников детского сада «Росток» началась сегодня с приятного момента. Еще недавно здесь были серые стены и две скамейки. Сейчас веранду не узнать. На полу геометрические фигуры, классики и твистер. В центре доска для рисования и алфавит. То, что нужно будущему первокласснику. Теперь проводить время на улице стало намного интереснее. Есть зона для девочек, есть зона для мальчиков. То есть всевозможные конструкторы, куколки и так далее. Есть центральная зона, на ней расположена доска. Там дети могут проявить свою фантазию. Также воспитатели могут что-то обучающее. Есть зона ПДД. Так как у нас детки на следующий год пойдут в школу, это очень важная зона для того, чтобы они знали и соблюдали правила дорожного движения. Основная цель фестиваля родительских инициатив – это добровольное участие родителей в благоустройстве территории детского сада. На ремонт веранду ушел почти месяц. Покраска конструкции и покупка инвентаря – все за свой счет. Добро не остается незамеченным. Оно является огромным примером для наших детей. Мы, воспитатели группы «Непоседы», хотим выразить огромную благодарность нашим родителям за создание развивающей среды на прогулке. Это Маркова и Нина Юрьевна, Поздеева Елена Александровна, Толеева Светлана Николаевна, Брулака, Ольга Александровна. Стоит отметить, что создавать развивающую среду для детей родители подготовительной группы начали еще в прошлом году. Тогда здесь появился деревянный автобус и веселый забор. На обустройстве веранды родители воспитанников сада также решили не останавливаться и сделали декоративную зону по мотивам сказки «Колобок». Воспитатели надеются, что их работы станут хорошим примером для других дошкольных организаций региона. Александра Литкова, Владислав Носкин, Телеканал «Север».